История помнит немало хороших летательных аппаратов, но особое место в ней занимают машины, совершившие революцию. Один из таких самолетов — американский F-117 Nighthawk. Он стал легендой и породил множество мифов, едва поднявшись в небо. Во второй половине Холодной войны противостояние между системами ПВО и авиацией разгорелось особенно жарко. Радары и средства поражения вышли на принципиально новый уровень. Даже небольшие маневренные объекты на расстояниях в десятки и сотни километров стали целями, которые можно обнаружить и уничтожить. Новые возможности зенитчиков сполна ощутили на себе американские летчики во Вьетнаме, а также израильская авиация в войне судного дня. Превосходство в воздухе всегда было краеугольным камнем военной доктрины США. И теперь для этого требовался самолет, способный выжить на современном поле боя. Прежде для прорыва противовоздушной обороны авиация полагалась на скорость и большую высоту. Позже получила популярность идея полета на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Теперь же инженеры занялись разработкой самолета, который не смогут обнаружить радары противника. Успеха достигли конструкторы «Сканкворкс» — подразделение компании «Локхит», которое специализируется на особо сложных и секретных проектах. Они разработали уникальную фасеточную форму фюзеляжа, которая уменьшала эффективную площадь рассеивания и снижала уровень отражаемого сигнала. Вооружение самолета разместили в специальных отсеках внутри корпуса, а перед соплами установили систему охлаждения выхлопных газов. Сотрудники «Сканкворкс» посвятили работе над самолетом-невидимкой около 10 лет. Два ранних прототипа разбились на испытаниях, но эти прискорбные случаи ничуть не убавили уверенности в проекте. Напротив, опытные модели показали, что путь был выбран правильно. Оставалось только поработать над системами управления, чтобы научить летать самолет в форме безнадежного ромба. Именно так прозвали прототип будущей легенды. ВВС США приняли F-117 Nightfall на вооружение в 1983 году. Поскольку проект первого в мире стелса был сложным и стоил неприлично дорого, его решили скрыть от общественности. Отчасти, по этим соображениям, чисто ударному самолету присвоили индекс F, которым традиционно обозначали истребители. Но оставаться незаметным в бою у него получалось, пожалуй, лучше, чем в мирной жизни. Секретный проект немедленно породил массу теорий о невиданном сверхоружии США и превратился едва ли не в городскую легенду. Так или иначе, в последние годы Холодной войны ВВС США раскрыли правду об этом самолете. Его использовали для бомбардировки множества целей во время войн в Персидском заливе, в Югославии и в Ираке. Лишь один F-117 стал жертвой зенитчиков. Все остальные машины вернулись с боевых вылетов целыми и невредимыми. Первый самолет-невидимка ушел на покой уже в 2008 году. Большую часть его задач смогли взять на себя более современные многофункциональные машины. Интересно, что самое удачное применение авиационные стелс-технологии нашли в истребителях пятого поколения. Индекс F, изначально присвоенный, чтобы вводить в заблуждение непосвященных, неожиданно оказался на своем месте. Редактор субтитров А.Семкин